Здравствуйте, дорогая публика! Я снова в гостях у Николая Россова, историка из Перми, видеоблогера, автора канала «Гроза», такого вот грозного канала. И сегодня такое продолжение прошлой темы, темой, которая не была одобрена Ютубом. Эта тема называлась «Рождение русского национализма», которое произошло в XVIII веке. И, честно говоря, вот мне она показалась достаточно искусственным. Кому-то просто захотелось поближе к власти сесть, и вот они. Ну, я так воспринял это. А сейчас будет что, продолжение развития? Декабристы, декабристы. Это будет органичное продолжение истории русского национализма. Это будет органичное продолжение ее истории, потому как любая формационная идеология, а национализм – институциональная, очень глубокая система отношений, как и либерализм, в это время, XVIII век, получила свое развитие в веке XIX. И вот именно в этом веке, веке, как его назовут, веке национализма, веке революции, веке войн, веке промышленной, индустриальной эры, в этом веке будет завершен его тот профиль, который мы видим и сейчас. В некоторых своих деталях он не будет, конечно, еще завершен, но вот общий вид он приобретет. И добавлю, это больше, чем просто желание урвать себе кусок. Ну или, коли уж на то пошло, если и урвать кусок, то вопрос будет в том, а кто этого не делал, изобретая очередную идеологию? Относемся к либерализму. Кто ее делал? Это идеология, это не просто что-то иммоментное, это то, что требуется для завоевания политической власти, не только себе, замечу, не только себе. Потому что век XVIII – это уже век идеологий, здесь появляется идеология, она – это не просто удел одного человека, это больше, чем один человек. Поэтому вот именно здесь, где мы завершили свой разговор на конце Великой Отечественной войны 1812 года, мы продолжим разговор про встановление русского национализма. В этот момент Франция уже имеет его в полной мере. Подвигаются страны Европы, мы не отстаем здесь. И происходит, что обычно бывает после победы в войне, после заграничного похода. Это неправда, что заграничный поход создал декабризм. Мы уже с вами говорили это в начале. Он был еще в Отечественной войне рожден. Еще не требовалось даже идти в Европу этим дворянам, чтобы понять, что с нами что-то неладное происходит. Это было еще до похода в Европу. Но итогом этой войны стало объединение условных консерваторов и условных либералов-националистов. Когда демократическое крыло и когда консервативные квасные патриоты объединились. Это было как раз после войны. 1812 год. И если раньше спорили эти люди о том, надо ли допускать всех к управлению нацией, или все же остаться относительно элитарной прослойкой, которая управляет над населением, все решилось в пользу населения. Не только одного человека. Нет, поверьте, идеология это дело не одного человека и даже не группы лиц. Идеология захватывает огромное количество умов и нуждается в подкреплении этим количеством умов. Поэтому, как передает нам, например, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, где-то одна треть наших дворян исповедовали близкие к декабризму взгляды. Слово «декабризм» – это условность, это комплекс национал-либеральной интеллигенции, целое движение внутри нашего молодого, растущего интеллигентного класса, который прошел через Отечественную войну. Их называли «дети войны», «дети отечественные», «слуги отечественные». Вот так их называли. И после окончания войны в Европе в 1814 году, когда границы были установлены, и после победы над Даполеоном в 1815-м, поспособствовало рождению этих движений смена курса, смена курса Александра Первого. Ведь после войны – это совсем другой уже Александр Первый. Он в начале войны еще исповедует близкие к ним комплементарные идеи. Он еще хочет что-то поменять в стране, но после победы, наверное, даже это искушение победы имеет под собой очень много подводных камней. Он говорит, и не надо ничего менять. А зачем менять? Все и так неплохо ведь идет. Россия – великая держава Европы теперь официально. После конца этой войны – одни из великих, тут уже не спорит никто. Присоединение Польши – что тут еще говорить? Это держава-жандарм Европы. Она скоро станет по-настоящему великой для всех остальных. Впервые этот русский колосс для всех станет явным. Победили Наполеона, конечно. В честь Александра будут называть улицы. В честь Александра давать банкеты будут везде по всей Европе. И, может быть, это сослужит ему грязную, дурную службу. Современники стали отмечать за ним изменение характера. Если раньше он был, в общем-то, довольно свободным, открытым человеком, после войны он стал замкнутым очень. Он держал у себя на столе бумаги. И бумаги, как он велел, должны быть расставлены не только по размеру, но и по цвету. Он хотел, чтобы бумажки у него одного цвета лежали в одном месте, а другого в другом месте лежали бумаги. И нельзя мешать их. Один такой умный нашелся, кто поменял стул в кабинете Александра. Думал, что не заметят. Заметят. Причем стул был передвинут. Александр это заметил. И вот сразу же велел поставить на место. Что это за педантизм, который напал на него после войны? Я думаю, что это страсть сделать из себя статую. Он уже тогда начал делать из себя монумент. Он проводил в кулуарах по часам, там, два-три часа, прибирая свою прическу. В этот момент Александр начал сильно лысеть. У него и тогда была залысина, а теперь годы берут свое. Он уже не такой молодой. Он зачесывает свои волосы специально вперед, как корону из лаврового венка. Он специально делает такую себе корону из своих собственных волос. Проводит очень много времени, припудривая себя, красится, как девица перед выходом. Он очень щепетилен к своей одежде. Он дважды на дню меняет свою одежду, дважды выносит чистую, все меняет сразу, дважды в день. Он должен быть блестящим, идеальным. Его знакомые замечают, что он становится несоциальным, необщительным, уходит в себя все больше. Но когда происходит время светского раута, то он блистает на публике. Как-то генерал, который шептал со своим другом, мимо проходящему Александру, что-то сказал. Это был анекдот. И вот Александр, он еще с детства был глух на правое ухо. Плохо слышал. Не прямо был глух, но он плохо слышал на него, потому что залп орудия из пушки давали. И он оглох в этот момент. Он проходил мимо, как раз с правой стороной уха слышал. И им показалось, что он ничего не слышал. Он слышал. Он вызвал в кабинет этого генерала и спросил, о чем это вы смеетесь за моей спиной. Я думаю, что у него было все подозрения, все причины, все основания думать, что вот этот дым Отечества не его. И он боялся, что шутят и смеются не по каким-то анекдотам, а по нему. И объяснили, сказали, да нет, ну просто шутку рассказывали мы. Не про вас шутку. Ну, я это называю опасной шуткой. Это вот, поверьте, представьте себе на месте этого генерала, что вы там докажете ему. Мы шутили. Ах, вы шутили. Над кем вы шутили? Невинная шалость. Не про вас совсем. Рыбалка, например. Рыбалка. И вот так было везде. Не только с одним генералом. И вот в этот момент, с 814 до 825 до своей смерти, он сворачивает реформы. Как часто в нашей стране это время приходит после буйства, восторга, преобразований. Этот ветер перемен сменяется давлением и закрывает форточку у нас. А когда у нас в России что-то делают, то закрывает капитально, чтобы в форточке никогда ветер больше не дул. Не прикрывает ее, а вообще закрывают. Начинаются приниматься законы против тайных обществ, против организаций, масонских лож. Закрываются салоны политические в нашей стране. Принимаются специальные запреты, переиллюстрируют литературу, которая с Запада едет. Такой Александр. Это не Николай, это еще Александр. У нас он подается как либерал. Да, он постепенно сворачивает это и обращается к старой дворянской аристократии, которая идет по пути консервирования. Он мог пойти другим путем, опереться вот на эту дворянскую либеральную интеллигенцию. И когда говорят обычно, ну их так мало было, поверьте, очень даже много. Поверьте, даже прямо у него под носом. И даже не просто под носом, он сам этих людей одно время привлекал к установлению реформ в стране. Даже к министерской реформе привлекал. Он мог сделать ставку на них, но он не сделал на них ставку. И вот тут начинается формирование по-настоящему первой волны политического национализма в России. Политического в большой букву, потому что происходит формирование политических программ. Программа. Декабристы раскалывают общество Союза спасения, Союза благоденствия, формируются два противоположных общества, Северное и Южное. И хоть они различаются в деталях, в общем, они согласны. Необходимо России Конституция. Это будет очень часто звучать всегда. Но в отличие от всех людей, которые исповедуют более-менее либеральные взгляды, Конституции декабристов, они очень националистичны, очень националистичны. И в каждой из этих Конституций будет отдельно оговариваться, кто такие русские, кого можно считать русским, какие права эти русские имеют. Потому что считали они, в духе тех просветителей Франции, что это комплекс прав и обязанностей. Это институциональное формирование, конструктивное, которое нужно создать, нужно институировать, нужно дать ему власть, чтобы оно управляло этой страной. С одной стороны, если вы обращаетесь к Муравьеву, конституционной монархии, с другой, если к Пестелю, республики, но смысл один. И вот я почитаю вам как раз начало Конституции Муравьева и Конституции Пестеля. Они очень похожи. Пестель назвал свою Конституцию, красиво, русская правда, конечно же, подражая древности. А вот Конституция, которую напишет Муравьев. Начинаются она с преамбулы. И на самом деле, какая хорошая преамбула. Трудно представить ее сейчас в нашей Конституции, которую недавно поменяли, я скажу. Преамбула Конституции звучит следующим образом. У Муравьева она начинается следующими словами. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принужденным какого-либо лица или принадлежным какого-либо семейства. Первое предложение Конституции. Конституция Пестеля. Начало Конституции. Народ есть совокупность тех, кто составляет гражданское общество, имеющее целью благоденствия. Народ российский не есть принадлежащий или собственный какого-либо лица. Напротив, его правительство есть принадлежность народа. Почему это оговаривается и в той и в той Конституции? Это лицо или семейство. Мы понимаем, какое это лицо, и мы понимаем, какое это семейство. Здесь намек однозначный. Не может один человек распоряжаться судьбой нации, потому что это изрядно будет каждый раз ненациональное государство. Только лишь опираясь на тех, кто ограничивает его с одной стороны, или в случае Пестеля вообще убирает его как такового. Только тогда это государство может являться национальным. Только тогда, ни в каком другом случае. Кто такие русские? У них было конкретное вполне определение. Это члены гражданской нации, которые не просто имеют возможность говорить на русском языке, но и, что очень важно, соблюдать законы этого нового государства. Нация – политическое формирование. И вот, когда люди говорят «искусственно созданное», давайте будем откровенны, созданное искусственно в Европе почти все нации. Так что и наше не исключение. Здесь для них важно было ни кровь, ни этничность, ни религия. В этот раз первой волне национализма доминирующим и главным для них было бескомпромиссная политическая и культурная составляющая. Самая важная из всех, которая только есть. Ну а где здесь национализм, вы спросите? Я почитаю вам вещь, которая опередила время лет на сто, даже, наверное, больше, чем на сто лет. Вы послушайте, а потом сами сделайте выводы. Это будут удивительные проекты Пестеля. Он сделает специальные отдельные главы в этой русской правде, посвятит тому, что делать с инородцами. Они конкретно определили, кто такой инородец. И они не просто говорили «Кавказ там». Нет, они выделяли, кто именно на Кавказе и какие там кавказцы. Например, по русской правде Пестеля, Польша должна прекратить существование внутри России, как Польша. Это будет Привислинский край. Никакой Польши нет. И никогда Польши не было. Слово «Польша» исчезнет из употребления. Будет Привислинский край. Польский язык исчезнет, конечно же, его не будет. Это будет часть России. Привислинский край. Варшава, может быть, переименована. То есть, и даже, может быть, города по-другому будут называться. В окраинах, которые принадлежат неправославным, имеется в виду, конечно, Средняя Азия, Большой, Малый, Средний, ЖУЗ, проводится политика переселенчества русских колонистов. А на Кавказе – интересно. Я отдельно хочу почитать, что они предлагают сделать с Кавказом. Это Конституция. Я просто цитирую вам документ. Это очень интересно. Что они предлагают сделать? В кратком обзоре на параграфе номер 11 в «Русской правде Пестоля» говорится следующее. Весьма большое количество отдельных владений составляют кавказские народы. Они разные веры и исповедуют их в разных языках, и говорят на многоразличных обычаях, и имеют многоразличный образ управления, неугодный единому русскому государству. Образ их жизни, проводимый в ежедневных военных действиях, одарил сей народы примечательной отважностью и отличностью предприимчивости. Но самый сей образ есть причина того, что народы столь же бедны, сколи малопросвещенны. Земли, в которой они обитают издревле, за край благословенных, где все произведения природы с избытком труды человеческие, награждались, и которые бы некогда в полном изобилии процветал, ныне же находятся в запустении, состоянии и никому никакой пользы не приносит. Положение всего края сопредельного Персии и Малой Азии могло бы доставить России самые значительные способы установления деятельнейших и выгоднейших торговых отношений с Южной Азией и, следовательно, к обращению русского государства. Кавказские народы столь же опасны и беспокойны, сколь ненадежны и бесполезны. Поэтому невозможность склонить все народы к спокойствию средствами кроткими и дружелюбными разрешается временным верховным правлением следующие меры. И вот там три меры приводятся совершенно конкретно и честно, какие нужно осуществить. Первое – решительно покорить все народы, живущие и все земли, лежащие к северу от границы, имеющие быть протянутую между Россией и Персией, а также равную и Турцию, в том числе и Приморскую часть, ныне Турции принадлежащую. Ну, то есть, это не просто то, до чего доходил Александр II, присоединяя Карл Сардоган и Батум, это даже Трабзон, понимаете? Это большие такие территории. Дальше – разделить все кавказские народы на два разряда – мирные и буйные. Первых – оставить на их жилищах и дать им российское правление. А во-вторых – силою переселять на внутренние границы империи, раздробить их малыми количествами по всем русским властям. Третье – завести в кавказские земле русские селения и всем русским переселенцам раздать все земли, отличные от прежних буйных жителей, кабы-сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних, то есть теперешних его обитателей, и обратить всей край в спокойную и благоустроенную область русскую. Все подробности у мероприятия предоставляются распоряжении Временного Верховного Правления. А теперь я вам прочитаю то, что без комментариев, вы сами поймете, о чем я буду говорить, это евреи. И предложение, которое делает Песта, оно опередило время. Но вы поймете, не в том смысле опередило время, а опередило время еще больше, чем опередило время. Вот что нужно делать с евреями. Отдельный параграф касается еврейского вопроса в Российской империи. Способ зависит от особенностей обстоятельств и особенностей хода внешних дел, состояния и содействия евреям в учреждении особенного отдельного государства. В какой-либо части Малой Азии для сего нужно назначить сборный пункт для еврейского народа и дать несколько войск им подкрепление. Ежели все русские в польские евреи соберутся в одно место, то их будет свыше двух миллионов. Таковому числу людей, идущих от ищущих отечества, нетрудно будет преодолеть все препоны, какими турки могут их противопоставить. И пройдя всю европейскую Турцию, перейти в азиатскую. И там, заняв достаточно места и земли, устроить особенное еврейское государство. Но так как сие исполинское предприятие требует особенных обстоятельств и истинно гениальной предприимчивости, то и не может быть оно поставлено в непременную обязанность Временному Верховному Управлению. И здесь упоминается только для того о нем, чтобы намеку представить из все то, что можно было бы сделать. Пестель, да, до ищи Бальфура, еще до этих всех вещей, до Белой книги, до всех предприятий, говорит, вот надо сказать, гордость берет иногда, говорит о государстве еврейского народа первым, первым, действительно первым. Это точно первый уже разговор о государстве и конкретной территории землеобетованной. И даже упоминается, как это нужно сделать. Скорее всего, после успешной кампании с Турцией, после того, как Турция будет уничтожена, на месте раздробленной империи, сделать государство, куда будут переселены эти евреи, Израиль, видимо, называться будет, или как-то еще царство Давида. Там есть такие документы, называть его царством Давида. Ну, неважно. Суть в том, чтобы сделать национальное государство на территории нынешнего Израиля для евреев. Что предлагают делать с русскими подданными? Ну, во-первых, кроме того, что многие наши национальные окраины присоединенные недавно исчезнут, в том числе Польша, Финляндия, Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, бывшая тогда Истляндия, Лифляндия, Курляндия, территория, принадлежащая Молдавии, все это, естественно, будет исчезнуто, как национальное формирование, останется только русский язык, государственным языком русский оборот законов. И, например, даже особое правило должно ввестись. Особое правило вводится уже Конституцией Муравьева. Муравьев диктует такое требование в течение, сейчас я скажу, какого количества времени, через 20 лет. Через 20 лет по приедении в исполнении сего устава Российской империи никто, не обучившийся русской грамоте, не может быть признан гражданином. Это самое важное для страны, которая еще не умеет читать и писать, по большей части, которая не умеет считать. Это самое важное на тот момент. И тут сложно их упрекать в том, что они там не говорят про культуру и про это. Это все наша история, детали. А вот именно законы и именно грамота – вот это две очень важные вещи для того, чтобы стать гражданином. Это не врожденное от жизни с самого начала, а приобретенное своим собственным трудом предприятие. Поэтому гражданинам нужно еще заслужить стать гражданином этой русской государственности новой, по их мнению. Дальше. Интересно, что официальное именование хоть отличается у этих двух людей, но тем не менее оно почти схоже в основных вещах. Муравьев предлагает называть наших новых граждан граждане русские, песталь – российские граждане. Национальное единство невозможно без социальной и юридической однородности нации, заявляет Муравьев. Так что проект, который предлагают декабристы – это гибрид просвещения и романтизма. Гибрид живучий, уже набивший себе шишки в XVIII веке дворянского национализма, поменявший настрой не на элитарность, а инклюзивность политической нации и создавший даже организацию, что выделяет его выгодные из всех прочих, которая смогла бы взять власть в эти руки. Наверное, это самый успешный национальный русский проект за все время, вплоть до начала XX века в нашей стране. Смело можно заявлять именно так. Русских национальных партий в России больше не будет до XX века. В XX веке появится, а здесь не будет. И даже больше скажу, Российская империя давила национальные русские движения. Не этнические, чтобы вы поняли, национальные движения, а русские национальные движения. Мы об этом поговорим. Даже специальная записка есть от третьего отделения 1827 года, где предлагается одному из стукачей, который был на собрании организации, начать дело по ликвидации подпольного сообщества русских патриотов, лозунгом которых был девиз «Спасем Россию». Вот в докладной записке императору Николаю так и написано. «Одним своим лозунгом «Спасем Россию» не подрывают независимость, суверенность вашего царствования». Какой жуткий лозунг, я скажу, да? Прямо страх пробирает. Конечно, ее закрыли немедленно. Но мы еще в декабристах стоим здесь. Спиранский, когда его спросили, задавая вопрос, намекая, «Вы с нами будете, когда победим?» Ну и Спиранский, поверьте, это не последний человек. Поверьте, я думаю, что не только он это говорил, но мы знаем, что говорил он. Он сказал, «Когда вы победите, мы все с вами будем». Так что говорить о том, что… Ну что это, мелкое движение какое-то? Знаете, в нашей стране даже порой и мелкое, хотя дворянское и декабрийское движение было очень немелким, получает власть. А уж это, это уж и подавно могло. Почему их отпугнуло? Но Карамзин написал очень четко про это. Они боялись, что если они додавят сейчас, начнется что-то вроде французской революции в нашей стране, «Прощай, прощай, это империя». Удивительное сочетание в декабристах производило на нас сейчас сочетание либерализма, европейскости и национализма, и государственности. Они были патриотами, и они были потомственными служащими. Они считали, что служба Отечеству – это их долг и ответственность. Россия – это их кабинет рабочий, чтобы вы понимали больше. Для них Россия и их рабочий кабинет – это было одно и то же место. Они здесь работают. Россия – это их дело, их дело общее. И в это время было сильное ощущение того, что Россия теперь после победы над Наполеоном должна заняться собой, нашим общим делом. И это были люди невероятно либеральны вместе с этим. Это будет сочетание довольно редкой в истории нашей страны. Как правило, оппозиционеры не выступают за такую патриотическую позицию, но не выступают. Россия должна оставаться великой державой. Никаких территорий отдавать они не планировали. Не отдавать суверенных наций. Никто не хотел даже подумать об этом. Максимум, что предлагал Муравьев. Если не удастся уничтожить Польшу, мы дадим им Конституцию и отделим на правах нашего сателлита. Но это только один. Все. Дальше там о других речи даже не шло. Отдавать что-то. Империя сохраняется в прежнем объеме. Даже, наверное, более того, как вы поняли, там идет речь о захватах новых территорий. Во-вторых, это европейские люди, европейская интеллигенция. Они не считали себя отделенными от европейской культуры. Они считали чем-то зазорным иметь открытые границы с Европой, общаться с Западом и быть при этом националистами. И добавлю, что и там, в Европе, тоже не считали это чем-то удивительным. Многие образованные люди, отчего я и говорил, что Вольтер Руссо и Монтески, одни из основателей французского национализма, были теми, кто, с одной стороны, были людьми мира, гражданами, с другой стороны, были националистами французскими. Все равно это не было противоречием для людей того времени. Неудавшийся проект, неудавшийся не потому, что он был неисполним, а потому, что он был технически подавлен силой, повлекло за собою то, что называется у нас уход в подполье. Очень сильно пострадало движение декабристов национализма, как такого в России, русского национализма, после ухода декабристов в подполье, после репрессии на них. И вот я прочту вам записку после разгрома этих декабристов. 27-й год. Два года прошло уже с восстания декабристов. Пишут записку. Она удивительно отражает веяние, дух того времени. Записка. 27-й год. Записка касается новых, новых движений. Фон Фок, такой очень русский человек, пишет, ну, стукач, стукач, фон Фок пишет записку. Директор канцелярии фон Фок пишет следующее. Всеподданнейший отчет государю-императору Николаю начинается так. Партия русских патриотов очень сильна числом своих приверженцев. До сих пор центр их находится в Москве. Они критикуют все ваши шаги правительства, выбор всех лиц. Там раздается ропот на немцев, пишет фон Фок. Естественно, что он озабочен этой ситуацией. Там с пафосом принимается предложение Мордвинова, его речи и слова на кумира Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и, возможно, более тщательное наблюдение. В Москве нет элементов, могущих составить противовес этим националистическим русским тенденциям. Партия Мордвинова опасна тем хотя бы, что ее пароль спасения России. Адепты этой партии, там в скобочке стоят, якобы присутствуют во всех сословиях. Молодежь, то есть дворянство от 17-25 лет, составляет в массе самую гангренозную нашу часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинцев, революционных реформаторов, выливающихся в разные формы, чаще всего прикрывающихся маской так называемого русского патриотизма. Купцы вообще очень преданы государю-императору, но и среди них тоже встречаются русские националисты. К сожалению, городские священники, даже самые образованные, стоят совершенно отдельно от правительства и составляют собой особый класс русских патриотов. Духовенцы вообще управляются плохо и пропитаны вредным духом. Даже среди крепостных, это уже завершая эту самую записку, говорит он, среди крепостных крестьян часто встречается гораздо больше рассуждений, рассуждающих голов, он так их называет, рассуждающих голов, чем это можно было бы предположить с первого взгляда. Они хорошо знают, что во всей России только народ победитель, русские крестьяне находятся в стороне рабства, все остальные финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши свободны. В начале каждого царствования мы видим бунты, потому что народные страсти недовольствуются желаниями, надеждами, так как из-за этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает сегодня особого внимания со стороны правительства. Вот, что пишет фон Фок Николаю Первому. Николай отвечает, он отвечает. И я думаю, что мало кто, может быть, из политической ангажированности сейчас, ну, знаете, русские националисты любят говорить, что империя наша была национальная, русская имеется в виду, не национальная там, да ничего подобного, это неправда, никогда она не была националистическим государством, это никогда. она вела иногда политику русификации отдельных территорий, это правда, но национальным русским государством никогда Российская империя не была. Давайте сейчас я вам просто расскажу, что сделал Николай, когда это был как бы сигнал, вот у нас при Сталине были разные сигналы от рабочих поступают, в ЦК поступил многочисленные просьбы трудящихся, прекратите вы это безобразие, но вот это письмо фон Фока было не одно, было множество писем из городов, писем из губерний, говорили такие вещи, но все мы знаем, что государь-император сам, давайте будем откровенно, не русский у нас выбран, что мы под Романовыми ходим, и такие вещи были не только среди там необразованных, но и городской интеллигенции в том числе, и это уже династия, это вопрос на династии, дальше были такие слова, ну мол, что у нас свободны все, кроме русских, русских держат, русских держат как бы за людей второго сорта, русских на войну отечественную, кто отправит русских, главное, кто гиб, мы, а отсиживается на полях там, не воюет в отечественной, кто чуваши, мордва, эст, почему они не воюют, а, почему мы только одни должны это делать, мы тащим империю, а им что, отменяет, говорит один из, один из купцов, отменяет, говорит, значит, вольных крестьян делают в прибалтийских губерниях, а нам чего, нам-то что с этого делать, они обратно выкупаются в крепостную зависимость, но будучи уже свободными, а что в России, чего в России-то не происходит, чего медлят с этим, этих разговоров было очень много, как отреагировал Николай, ну, началась, началась альтернативная кампания, знаете, у нас был отличный человек, министр народного просвещения, Уваров, но люди, меткие, едкие люди, у нас народ всегда такой, знаете, у нас, наш русский народ неистащим на выдумки, неистащим на меткие, такие броские слова, он назвал нашего министра Уварова, министром народного затемнения, не просвещения, затемнения, потому что Уваров предложил, как это решить, он предложил концепцию официальной народности, народности, православие, самодержавие, народность, три столпа, на которых держится этот мир, и теперь всем должно было ясно быть, не уходит никакое самодержавие оттуда, главная, индоктринальная позиция, это православие, ну и народность, народность, это внешний лоск империи, который будет сохраняться вплоть, наверное, до конца, это известные вам русские наряды императоров, выезды на такие вот выставки русского народного творчества, Александр Второй еще вспоминал эти выставки, этнографический музей, вот недавно кафедра в 64-м буквально, 1800, 1800, открылась, и она представила выставку этнографии Российской империи, приходит он, значит, на выставку, а там восковые фигуры стоят, народов нашей страны, вот там он подходит к русскому павильону, и говорит, что-то у вас какие-то некрасивые они, подправьте, подправьте немножечко их, ну некрасиво, вот единственное, что он сказал, когда посмотрел на них, со всеми остальными он был доволен, надо сказать, все остальные его устраивали, русские, вот знаете, что-то у них, дарь, статую надо чуть-чуть подправить, воск, как-то не так лежит на этих русских, надо его лоском другим там смазать, кстати, немцев не было на этой выставке этнографии, надо сказать, народов нашей страны, а немцы немалую часть нашей страны составляют, тогда уже, Самара почти что маленькая неофициальная Германия в нашей стране, да и немцам там очень хорошо, немцам по Волжье, не было никаких там немцев по Волжье, согласно вот этой вот официальной народности, был такой православный народ русский, это повлекло к созданию славянофильского движения, очень ложно принимаемого нами за национализм, потому что национализма он не был, очень часто, когда нас пугает и стращает национализмом, нас стращает именно вот такими народническими националистами, хотя мы это тоже должны в скобочке создать, потому что и Аксаков, и Самарин, и многие другие, которые писали, скажем так, более угоднические, угоднические статьи в пользу власти, писали так, а я думаю вы сами сейчас скажете, вы сейчас сами знаете этот ответ правильно, какое главное отличие русского народа от всех остальных? Ну, я не знаю, как так в Российской империи... Как они сказали, да, как вот эти славянофилы. Народ, который содержался в крепостном праве, ну, наверное, какая-нибудь там богоносец или еще, ну, какая-нибудь вранье наверняка, что там? Покорность, покорность. Покорность. Ну, я и говорю, в рабстве удержали, покорность. Вот именно эта идеология, которая очень часто принимается нами за национализм, была одной из составных частей как раз ненациональной идеологии в нашей Российской империи. Наша Российская империя была заинтересована в том, чтобы такие движения давить, но даже подобное, в общем-то, не сильно против власти движения славянофилов предвергалось арестам. Аксаков несколько раз задерживал Самарин его также задерживали за своей публикацией. Чирислов был также задержан. Славянский вестник, московский сборник, в 1853-м вообще был запрещен и после этого был дополнительно дважды переиллюстрирован и подставлено двойную цензуру печати. Третьим отделением официально запрещен как подрывающий основы государственности. Более того, более того, интересно, что предпринималась попытка еще и самих, самих бывших тогда славянофилов переучить, попытаться переделать их, сказать, что и не это надо, добавить в русский национализм больше духовности. Русский народ кто? Православный прежде всего. Мы смещаем акценты. Русский народ кто это такое? Это человек, который имеет добродетель, добродетель свою какую-то, христианский народ. Вот, например, сам Аксаков писал, это интересно, «Дух народный есть движущая сила, без которого не совершается коренных переворотов». Перемен. Вот, например, необходимо понимать, что русский народ имеет три главных отличия, три главных добродетели. Ну, вы понимаете, три – это троица, да? Все, все очень такая символичность есть в этом. Смирение, это покорность, и самоуверенность нашего народа. Самоуверенность, интересно, почему добавили, но все равно. Это такая квази-теоретическая, слепленная из глины идеология, которая получила свое распространение уже после разгрома декабристов. Из другого процесса спаивать нечего было. Только в таком русле можно было существовать, чтобы не попасть под запреты, чтобы не договорить лишнего, потому что, как только начался разговор о том, что у нас немцы тут душат за силием, сразу поднимался ропот Николая. Что это значит, немцы душат за силием? Фон Фок вас не устраивает, Бенкендорф кто вас там не устраивает? И порой так было, что эти вот слова невинно сказаны где-нибудь там, например, ну знаете, наш Бенкендорф очень любит плакаться Николаю. Ну да, вот, например, такое слово плакаться Николая. Николай подарил ему платок в день его назначения и сказал, ваша задача, он дает ему платок свой личный с его подписью, там с N1, ваша задача, он промокает свою слезу в этом платке и отдает, дарит его Бенкендорфу утирать слезы, говорит он Бенкендорф, утирайте слезы, утирайте им слезы. А сам Уваров сказал об этом, я буду счастлив, если еще 50 лет, вот еще 50 лет, продержу этот народ в этом состоянии прекрасного детства, сказал однажды Уваров, я буду рад, как и он, так и тот, утирать им слезы, этим ребенком политическим, политическим младенцем утирать слезы, потому что других не осталось при Николае, все остальные уже давно уехали за границу, если кто мог, и тогда появляется эта дихотомия между либералами, между славянофилами, западники и славянофилы, появляется та дихотомия, в общем-то, ложно, если задуматься, ибо некоторые из них сами не видели здесь какой-то, особого смысла, они считали, что в целом-то задача того, чтобы Россия была процветающей, есть у всех, только разные методы имеют они за собой. Вот, например, что пишет один из апологетов, аксаков, о их идеологии славянофильства. Хочу добавить, что теперь, заметьте, нету слова русофильства, да, славянофильство какое-то, панславизм, славяне, это тоже печальное следствие разгрома декабристов. Вот он пишет, государству неограниченное праводействие и закона, земле полное правомнение и слово, внешняя правда государю, внутренняя правда земле. Вы поняли что-нибудь из этих слов или нет? Я не понял ничего, если честно. Продолжим дальше. Неограниченная власть царю, полная свобода жизни и духа народу, свобода действия и закона царю, свобода мнения и слова народу. Я так люблю эти фразы, знаете, они такие многозначительные. Я бы тоже мог в духе этого заявления сказать полное право слова мне, полное право выражения мнения вам. Но вам пока не давали слова, поэтому еще мое время слова. Дальше. Дальше. Вот. Леонтьев. Русский консерватор. Очень такой, ну, буквально апологет консерватизма нашего русского. Пишет так. Сами себя либералами они на европейский лад признать не хотели и против этого рода европеизма даже постоянно писали. Но быть против конституции, против всеобщей подачи голосов, против демократического индивидуализма, стремиться к власти и быть в то же время за бессословность, за политическое смешение высших и низших, значит лечиться от новейших европейцев не главными существенными чертами социального идеала, а только лишь степенью их выразительности. При маломальски благопристойных условиях и демократических сил равноправности гражданская переходит в равенство политическое и свода личное присваивать себе свою власть конституционную. И он говорит об этой трагедии. Вот знаете, сейчас эта трагедия особенно видна и здесь. Помните, я говорил, что профиль-то национализма создан здесь, вот тут, в 19 веке. Все считают, что если вы националист, то вы не европеец. Ну, русский особый путь есть какой-то, особый, совершенно другой. А Европа нам не по пути. Мы вообще не европейцы, мы какие-то... И вот тут начинается эта ветка. Азиаты мы, да скипы мы, да азиаты мы, с раскосами и жадными очами. А другие говорят, что и не азиаты, а кто-то там еще, особый, богоданный народ. Или, может быть, продолжатели Византии, Третий Рим. Эти, вот эти вот разговоры стали видны только после разгрома декабризма, потому что они не считали какого-то отличия быть европейцами, быть националистами. Они не видели здесь какого-то противоречия. И вот только с этого момента и Николаевскому царствованию мы обязаны этим водоразделам националисты становятся антиевропейскими. Они говорят, в Европе есть дух какой-то особый. И я добавлю, в этот момент тоже происходит в Германии, в этот же самый момент, связанный с другими событиями, но тот же самый момент это разговор о том, что есть Третий Путь. Вы знаете эти разговоры. У Германии есть некий Ордунг, которого нет у других народов. Порядок, то есть порядок. Немцы порядочные, чистоплотные, пунктуальные, а все остальные нет, они не пунктуальны, не могут быть пунктуальными, только вот это отличает немца настоящего. И вот у нас то же самое было. И вот этот вот запрос на особость, мы знаем, к чему приводит, но это отнюдь не запрос на национализм, это запрос на такой шовинистический авторитаризм, запрос на скорее такую подавляющую, доминирующую, гнетущую силу, против которой решаются все проблемы страны. Почему у нас в Германии дороги плохо стоят? Тогда тоже был такой интересный вопрос, обсуждался в германском Рейхстаге, в Лантаге. Почему в Германии дорог нету? В Германии с древней была с плохими дорогами, что вы хотите? Кто построит дороги, в конце концов? Фридрих II отдельно замечал про Германию так. В Германии дороги никогда не будут построены вообще. Почему? Потому что нам это выгодно. Смотрите, он объяснял так, если вдруг по дороге сломается у теле колесо, они же оставят свои деньги в нашей немецкой таверне, в нашем немецком гостином дворе. И чем больше таких остановок непредвиденных по дороге случится, тем богаче станет Германия. Нам выгодны плохие дороги. Это говорил Фридрих II. Прекрасное слово. Я скажу обращик прямо прямо вот сейчас поменяй немного фразы, вот там прям золотую рамку, я думаю, ее бы приняли у нас с распостертыми объятиями. Так же сказали бы. Знаете, плохие дороги это вообще национальная особенность такая. А почему у нас не получается, ну придумайте что-нибудь такое, я не знаю. Почему у нас не получается, почему у нас не получается, ну подскажите мне, у меня фантазия кончается, что у нас не получается. У нас много чего не получается, чего не возьми. Вот не получается нормальная вакцина, говорят у нас. Вот, 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 давай, а знаете, это вообще у нас никогда она не получалась, это не наше природное, у нас природное совсем другое, вот вакцина это не наше, ну или так, так далее, это природное Это не укореняется, как говорится, и дороги никогда не будут стоять, потому что не укореняются, не отвергает их земля русская, земля немецкая. Мы знаем, к чему эти вещи приводят, но вот самое плохое, что мы не знаем, что эти вещи как раз не называют национализмом. Это как раз ответ на национализм 19 века, начало 19 века, подавление националистических волнений, которые имели место в странах Европы. И даже более того, именно тот факт, что сейчас у нас до сих пор такие веяния, такие взгляды господствуют, он говорит о многом. Но чтобы не плодить сейчас много мифов, хочу вам эту фразу еще раз Белинского зачитать. Эта фраза была сказана им в пылу сражения в 1946-1800, когда сражались на копьях западники и славянофилы, когда все дальше и глубже, все глубже и глубже проходила между ними граница, и все яростнее, все непримиримее они тыкали друг друга пальцами, называя их, с одной стороны, варварами там в вышиванках, а с другой стороны, бездуховными, бездуховными такими вот, бездуховные аполитичные космополиты. И вот Белинский, наверное, на мой взгляд, будучи таким человеком ни к тем и ни к тем не принадлежащим, скажет вам кое-что важное. Белинский говорил об этом так. Сам он называл археологическими либералами этих Иванов-Аксаковых и других, и писал следующее. Писал, сейчас скажу вам, эту вещь. Это был взгляд на русскую литературу, я уже говорил. Он писал, что личность в отношении у идеи человека, то народность в отношении к идее человечества. Другими словами, народность и суть личности человеческие. Без национальности человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словно бы содержащим звуком беззначения. В отношении к этому вопросу я скорее буду переходить на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые истинно-то говорят, как какое-то издание какой-то логики. Человек силен и обеспечен только в обществе, но чтобы и общество, в свою очередь, было сильное и обеспечено, ему необходима внутренняя непосредственная органическая связь, национальность. Мы решительно не берем и не верим в возможность крепкого политического и государственного осуществления правления народов, лишенных национальности и, следовательно, живущих чисто внешнею жизнью. Русские более уже не хотят быть ни французами, ни англичанами, ни немцами. Мы хотим быть русскими в европейском духе. Вот это очень важно, говорить о том, что мы должны быть русскими в европейском духе. В европейском духе. Это и сама родина национализма, можно так сказать. Это все равно, что сказать, у вас есть коммунизм, но, знаете, с такой спецификой, маоистской такой, где говорится, ну, Карл Маркс, он был, конечно, велик, но Мао Цзунун-то более еще там велик. Он понимает душу китайского народа, есть коммунизм со спецификой, как говорят. И вот люди, которые говорят про то же самое, знаете, либерализм со спецификой, там, национализм, берите любой изм и добавляйте со спецификой, и получится что-нибудь вроде вот такого интересного эксперимента. У нас тоже было много разговоров о том, что, ну, Сталин-то у нас создал со спецификой, потому и правильно. Знаете что? Может быть, меня примут за доктринера и скажут, что, ну, нельзя все это, это правда, но называйте это не спецификой, а колоритом. Суть дела не поменяет. Делайте это не тем, что отторгаемо, а тем, что объединяемо. Делайте не тем, чем мы отличаемся, а тем, чем мы схожи и объединяемся. Потому что с самого начала националистическое движение, и вплоть до сей поры, это инклюзивное, а не эксклюзивное, течение идеологии. И говорило оно о объединяющем мотиве людей, а не разделяющем. Это очень важно знать, потому что многие у нас сейчас путают эти понятия и часто выдают, например, за фашизм, нацизм, ну, знаете эти вещи. Выдают за… вот это и есть националисты. Хочу вас сразу разуверить, то, что будет дальше в 20 веке, это, наверное, самая большая, самая крупная стереотипная ошибка всех, кто принимал за начальный национализм 19 века то, во что он якобы, когда он не назывался сам национализмом, превратился уже там, в 20-м. Так что, когда они появятся в 20-м, у нас появится стойкий взгляд на национализм, как на черносотенцев с каши в бороде, агрессивных таких экстремистов, которые носят иконы, к примеру, царя. Кстати, заметьте, да, что большинство националистов 20 века, они будут промонархические, промонархические. Мало будет среди них людей, которые скажут, ну, в общем, нам нужна республика там какая-нибудь, а не монархия. Нет, нет, нет. Вот то, что произойдет с ними там, это отголосок того, что произошло после Николая Первого. Николай Первый, он сделал большой, нанес такую большую рану движению национализма в нашей стране. И даже добавлю, и после него, после него тоже наносили серьезные раны. Говорят, Александр Третий, очень русский человек, сам такой ваня прянистый, но с картошкой, носит шапку и бороду отращивает. И носит шубы, как правило, такие жесткие, сильные, как настоящий мужик выглядит. Отнюдь вовсе не был русским националистом. И, может быть, кто-нибудь знает, но это не Александр начал проводить политику русификации Польши, а удивительно, но самый либеральный наш русский царь Александр Второй. При нем в 1860 году Польша прекратила существование и превратилась в Привислинский край. И завершить этот разговор я бы хотел тем, что надо смотреть скорее на то, что объединяет, а не разделяет. На то, в чем хорошо, а не в чем плохо. И не пытаться объяснить какой-то недостаток или неудачу этим вечным духом, пускай это будет любой немецкий, французский, какой угодно там дух. Это не политическое оправдание, а это движение за достижение нации своего политического права на то, чтобы быть субъектом. Какой она была и какой, я надеюсь, будет. Так, спасибо вам большое. У меня тут вопрос есть и комментики. Вот насчет цветов бумаги, да, помните? Вообще говоря, это есть такой элемент, он нам простым, так сказать, россиянам недоступен, по нашему пониманию вернее, не только простым россиянам, но и даже покрупнее. Значит, я как-то вот общался с профессиональными сотрудниками Министерства иностранных дел, студенты у меня были такие, вот, так они говорили, как у них отзыв был о Шеварнадзе какой. Вот Шеварнадзе, он был человек совершенно чуждый их министерству, и он, значит, вот даже не понимал вот эту цветовую дифференциацию документов, да, потому что у них документы вообще печатались на разного цвета бумаги, да, вот, и он иногда такие очень глупые вопросы задавал про этот цвет, что их шокировало просто, да, вот это вот для них это, ну, для меня тоже непонятна цветовая дифференциация, но вот Министерство иностранных дел, она вполне себе была понятная, и если ты этого не понимаешь, ну, ты просто вообще, что тут делаешь-то, да, понимаете, вот, то есть где ствол, где приклад, не понимает человек, да, что ты в армии-то делаешь, да, вот, а тут вот это вот, ну, вот это вот такой интересный факт, малоизвестный, вот, мне он только от студентов известен. Да, а вы не оговорились, так сказать, Самара, немецкая столица-то, или Саратов все-таки? Все-таки извиняюсь, действительно. Саратов. Кажется, да, да, точно, точно, но у нас это, как бы, как мне сказали, извечная локальная проблема нас, два города на С постоянно путаются. А, ну, понятно. Так, и вот, значит, кстати, по поводу покорности, ведь, в принципе говоря, тот самый знаменитый тост Сталина за русский народ, ведь он именно там превозносит покорность русского народа, как он пишет. Вот у нас в 41-42 году были очень большие, так сказать, поражения, и любой другой народ прогнал бы свое правительство, заменил бы его другим. Ну, я и говорил, что как и Сталин, так и Николай I, они не были националистами. Да, да, да. Это еще лишний раз подтверждает, что они пользуются похожими формулировками. Ну, вот он такой покорный был, что нас оставил. Вот, спасибо вот ему, народу этому. Ну, собственно, он не посмеялся. Вот, и, кстати, эти вот сейчас наши националисты носят портрет царя-немца или диктатора-грузина, да, вот это их. Да. Грузин, который по-русски плохо говорил, и немец. Но немец вроде хорошо по-русски говорил. Все-таки немец, научился, да? Да. Привистинский край все-таки назывался Польшей. Привистинский. А вот у этого самого Чехова в пьесе, так сказать, «Три сестры», там, когда их полк уходит из города, он уходит в царство польское. То есть, ну, это уже, как сказать, стык 19-20 веков. Меня немножко удивили. Может быть, это просто по-старому так называли? Как у нас говорили без царской власти, я в Питер поехал, да? Я из Питера. Хотя это город был Ленинград, разумеется. Наверное, как раз по остаточной памяти. Наверное, потому что привыкли называть. В Питер поехали, так это... Хорошо, что Москву не переименовывали, а то вот эти вот... Сестры все в Москву, в Москву, в Москву, едем в Москву. Не Москва, Сталинодар. Сталинодар, да? Конечно, ее так хотели переименовать. Сталинодар. Сталинодар. Господи боже мой, здорово. Сталинский... Сталинск, как это... Сталиногорск был, это Новомосковск был. Их было очень много. Сталина Сталь, Сталиногорск, Сталиноморье. Ну и много-много разных городов именными Сталина были прозваны. Талинабад был еще. Талинабад. Город Сталина. Да, то есть печальная история такая, что у нас реального русского национализма никогда не было, да? Было, было. Русский национализм был у декабристов. Ну, декабристов, да. Это вполне себе конституциональный и европейский национализм, который имел не просто, что там говорить про идеи, но и программные документы, и даже политическую организацию свою имел. — Ну, я боюсь, что он... Они декабристы не собирались отменять крепостное право и выравнивать население. Ну, по-настоящему отменить, то есть просто разогнать их без земли, ведь у них был парапарик. Реально-то. Они просто хотели, чтобы не делиться землей с крестьянами, с этими неэффективными, так сказать, сельхозпроизводителями. — Смотрите, мы, конечно, можем сейчас в эту эмоцию удалиться, но давайте, скажем так, почти во всей Европе дела обстояли не в пользу крестьян, чего уж мы будем скрывать и чего уж мы будем говорить. Ну, смотрите, мы так поступаем, но я не хочу на эту давить жилку, потому что она очень часто у нас всплывает во всех дискуссиях. Ну, блин, а посмотрите, что там. Я хочу, конечно, сказать, что нас должно быть лучше, чем там. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас не просто было как, а лучше, чем там. Но пока что и то, что предлагают, уже неплохо. — Нет, ну вот потом-то ведь, в принципе, хотели сделать по немецкому образцу, отделив крестьян от земли и дать им свободу. А тут-то более прогрессивная вещь – превратить крестьян в мелких собственников. Это вот создать класс собственников. Это, в общем-то, наверное, Петра Аркадьевича Столыпина в каком-то смысле. Наверное, он не на пустом месте появился его проект. — Замечу, что проектов было много. И не факт, что именно тот, который декларировался декабристами, был бы ими исполнен. Кто знает, как бы произошли дела, как бы они сами потом после захвата власти пересмотрели свои взгляды. И как бы еще, даже после полной отмены крепостного права и сгона с земли, эти самые крестьяне не стали бы, например, перебираться в города. Да. Ведь запомним, что именно так в Средней Кое было, когда им не осталось ничего, кто они идут? Ну, города, поток, куда еще тут идти? — Да, да. Но когда в Европе произошло вот это вот отделение крестьян от земли, тогда уже у них достаточно бурно развивалась промышленность. В России-то она как раз, да, начала развиваться после отмены крепостного права. Ну, смотрите, я как говорю, есть причина, есть следствие, но чем не причина бума, невероятный рост городского населения? Я считаю, что здесь очень важно, как бы, две эти самые, две эти, иметь перед собой два этих рычага, и первое породит другое. Даже если, даже если чего-то, конечно, у нас и не было, это, разумеется, так, то это не означает, что не могло бы быть создано. — Да, нет, это я согласен с вами. Нет, я с вами полностью согласен. Да, печальная история с этим нашим русским национализмом. — Ну, знаете, давайте лучше когда-нибудь закончим наш разговор о том, что это не печальная история. Не надо какую-нибудь нашу историю обязательно закончить как-то хорошо, а то наши зрители, может быть, уже в депрессию входят с каждой печальной историей. — Да вообще история, как наука, она вообще весьма печальная. — Физика тоже печальная. Мы, в конце концов, все, вселенная конечна, что-нибудь произойдет в конце. Все идет к концу. — Нет, дело в том, что в истории всегда, вот как начинается что-нибудь такое вот прогрессивное, новое, мощное, красивое, империя появляется, Александр Македонский там или Наполеон Бонапарт. Ну, все это заканчивается всегда потом, в общем-то говоря, разрушением. Ну да, там можно сказать, там закон, как это называется-то, отрицание-отрицание, можно такое сказать. — Знаете, есть такое хорошее стихотворение советское. — Ученые уже доказали давно, материя не исчезает, умрет мат-студент, на могиле его огромный лопух прорастает. Я думаю, вам это знакомо. Так что гибель одной империи — это рождение другой. И, как всегда говорили, наш король умер. Да здравствует король. Всегда после этой фразы надо сказать «да здравствует» что-нибудь там. Может быть «да здравствует республика», а не «да здравствует король», но это всегда говорят. — Да. Хорошо. Ну что, спасибо вам большое. Я, как всегда, призываю публику донатить мне, подписываться на канал гостя моего, он называется «Гроза». Есть ссылки под видео, есть ссылочка, финальные ссылки, как так это называется. Там только кликай и пойдешь, куда попало. Пойдешь, то есть, на «Грозу», «Иду на грозу» называется. Книга такая известная была. Ну вот такие дела. Ну а мне не забывайте помогать материально. Всего доброго, запись закончена. До свидания, дорогая публика. — До свидания вам. — До свидания.